А вы вообще еще сможете? Чуть-чуть еще есть? Нет, чуть-чуть еще в голове есть. В сердце. У вас карандаш и бумага. Что не помнишь, что можно записать. Хорошо быть у вас. Слышать слово. Есть семь жирных годов, когда нужно собирать, чтобы в худших годах не худеть. Давайте мы читаем из пророка Исаия 5 главу. Немножко необычный текст, который может радовать братьев. Исаия 4 главу. Исаия 4 главу читаем. И ухватятся семь женщин за одного мужчину. В тот день и скажут, «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить. Только пусть будем называться Твоим именем. Сними с нас позор». В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли, величие и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписаны в книгу для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочери Сиона и очистит кровь Иерусалима и среди Его Духом суда и Духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облака и дым во время дня и блистания пыляющего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Какое место в Писании? Я продолжал и продолжал читать. И думал, это в последнее время. Когда женщины все умерли, на войне падали и не найдут партнера. где-то там, может, третья мировая война. А потом я думал, вообще неплохой текст для нас мужчин. Представляете себе, братья, семь женщин бегут за нами. Это интересная перспектива. Не так легко же найти партнера. И многим мужчинам трудно найти себе жену. Обычные женщины в церквах в множестве. Аллилуйя! Господи, дам к фрау. Аллилуйя! Слава Богу за женщин! Но все-таки некоторые мужчины не найдут себе жену. Радуйся об этом обетовании. Семь будут бегать за тобой. Нравятся вам эти сестры? Нет. Окей. Я был хорошим другом. Бог его реально спас. Он был фашистом. И он стал алкоголиком и потом он покаялся. Он был настоящим солдат. А в церкви он не нашел жену. Однажды было служение. А у него голос такой крепкий. И он молился. При всех возвысил голос. Дорогой Господь, мне нужен жену. Дай мне жену. Свою нужду назвал прямо в церкви. Дай мне жену. Вот я отвечу на твою молитву. Татсак. Это реально. Это так и было. Он говорит, что ты хочешь? Она говорит, ты же возвысил голос за нужду. Ну, вот я. Солен мы на молитву делаем? Кто хочет молиться? Чтоб сократить длинную историю, они женились. Они даже после меня ввели одну церковь, которую я вел. И они стали миссионерами в Перу. И хорошими друзьями Афоценеями. Это сработало. И вторую историю, реальную, мiterлебте, которую я сам свидетель. Я был в Никарагуе с одной группой. И один брат с нами ездил. Он был очень сильно впечатлен об этой стране, Никарагуа. Он сказал, Вальдемар, я опять поеду сюда. Я по профессии пекар. Я еду сюда и буду испечь булочки для детей. Я как ваш сотрудник поеду сюда. и я сказал, я сказал, Меня когда-то спрашивали, нуждаются, должны ли наши миссионеры заканчивать библейскую школу? должны быть у них высшее духовное образование. Я говорил, нет. Но они должны быть способны открывать библейскую школу. Это достаточно. И вот этот Герхард, его звали, он просто не пошел на миссию. Я говорю, Герхард, что случилось? Да, я пойду. но один в Никарагу. Я язык не знаю. Мне нужны партнеры. Я говорю, я понимаю. Я буду молиться с тобой. Я искал вместе с ним, чтобы он нашел жену. как Елиезер искал Ребеку. Очень хороший мужчина. Не бедный. И не сильно молодой, здравый. А никто из этих сестер, что я думал, не хотел. Я думал, если я был бы сестра, я взял бы его. Ну, что мне один не ехать? Но однажды, когда зов Божий стал громче и громче, он сказал, я и один пойду. Как мы слышали, я пойду. И он пошел. Но до того, что он поехал в Никарагуу, первое, что миссионер обычно делает, язык выучить. Как Вероника. На немецком. Геет это хорошо? Нормально? Понятно, да? Так, так. Окей. Асо, мах вау. Поэтому продолжим. Он поехал в Гуатемалу, чтобы выучить язык, там христианская школа языковая и приехал он туда и только три дня учился. А его учительница по языке сказала, ты будешь моим мужем. Он сказал, да что? Я же не приехал в Гуатемалу, чтобы жениться. Я поеду в Никарагуу как миссионер. Он сказал, я с тобой пойду. Нет, говорил он, я буду поститься, молиться, пока Бог не говорит мне. Поститься и молиться. Я говорю, Геррад, а сколько тебе поститься? Молиться можно же долго. Но поститься? Он говорит, в следующий день уже согласиться. Я не знаю, может проголодал. Или полюбил. Нет, полюбил. Они женились. И уже много-много лет они служат в Никарагуе. Он не только булочки испечет. Но они открыли две школы. У нас около тысячи детей, которых мы обучаем. И первые дети, которые учились у нас сегодня, они уже учители. И они висклились на хорошей профессии. И Геррад, Руф и Геррхард, это идеальная пара. Это идеальная пара. Хорошо, что его в Германии никто не взял. Потому что она, она была Богом обещана. Бог сказал ей, что человек будет в weitом фоне. Она была в большей ноте. Она была не 20 и уже три детей. И ее муж был алкоголиком, сильно пропавший. И Бог избавил ее. И она была свободна, стала свободна. И Бог обещал, придет издалека. И она рассказывала, каждый раз новые студенты приехали. Смотрела. Он там есть. И потом она видела, вот это он. И они женились. Аллилуйя. Гуты, гуты миссионары. Хорошие миссионары. Но здесь написано, что семь женщин идут за мужчиной. Тогда нужно будет выбрать. Какую брать? Маленькую, большую, толстенькую, худенькую. Ротые, шварцы, черные волосы, светлые волосы. В jeden Fall, sieben werden hinterherlaufen. Ну, семь идут за одного. Ну, я мог бы понимать, что пророк Исаия не просто хотел рассказать такие истории. Но что он хочет, делиться, вести. Немножко. Именно. Это есть женщины, которые хотят замуж. И два варианта замуж выйти. Я не хочу одна спать. У меня такие холодные ноги. Где греть их? Мне нужно какую-то такую нагревающую бутылку. Ну, знаете, как у маленьких детишек. Ну, чтобы там уши были. Да. Окей. Со. Да. Не вайм-флашу, я не хочу. Вот, вот что мне нужно. Абар. Да. Варум, соли хайрат. Зачем мне... Я не хочу быть одна. Мне нужен кто-то. Это хорошее и справедливое мысль. Мэнер, hör zu. Мужчины, слушайте меня. Готт сказал, что нехорошо, что мужчина был один. Но семь он не обещал. Поэтому одну надо найти. И эти женщины, они очень странные. Они не хотят мужчину, который греет их ноги. Что они вообще хотят? Почему они хотят замуж? Они хотят деньги мои. Амэн? Так. Они хотят, чтобы о них заботились. Когда они будут старыми. Чтобы жена готовила кашу. И пеленки поменял. Это легитимно. Это разрешается. Но эти женщины, которые говорят, возьми меня. Я не хочу твой хлеб кушать. Ты не хочешь мне купить. Тебе не нужно покупать мне одежду. Что они хотят? Не только хлеб. Но и торт. И мороженое. О, мы давно уже не были в магазине. Пойдем. Мне нечего одевать. И стоять перед шкафом. Но эти женщины так не говорят. Мы кушаем свое хлеб. У меня своя профессия. Я зарабатываю свои деньги. Я возьму тебя в свой Мерседес. Тебе не надо покупать мне Порше. Я только хочу носить твое имя. Какое желание? Почему я это говорю? Потому что я вижу большую нужду в Церкви Иисуса. Это то, о чем мы слышали. Люди, которые не готовы носить ответственность. Они ищут партнера. И он пусть заботится о них. Наш миссионер в Таиланде. Я его спрашивала, а в Таиланде каются? Когда мы проповедуем, что Иисус исцеляет больных. Иисус дает силу. И рассказываем, что Иисус умеет делать. Таиландцы говорят, хорошо, это лучше, чем наши боги. Мы его тоже возьмем. Его также возьмем. Он будет заботиться о нас. И Иисус должен все делать для нас. Но здесь сегодня мы проповедуем. Я не хочу назвать имена. Можете включить телевидение христианское. Слушайте определенные проповеди. Иисус должен делать. Что тебе нужно? Иисус это делает. А есть Псалом 36. И там написано, поручай свои дороги Господу. И по-немецки даже переводить. Не поручай, но повелевай Богу свои дороги. Да. Это я хочу, это я хочу, это я хочу. Прикажи ему, вот это мне нужно, это мне нужно, это мне нужно. Не нужно машина. Не, мне нужно машина. Не, Mercedes. Амен. Не, мужчину. Не, мужчина. Не, такой, который там в брюках. но он должен быть директором, иметь хорошие деньги, выглядеть суперски, молодой, спортивный. И они пропождают. Запиши, как твой муж должен выглядеть. И поверь это за зеркало. И каждый раз, когда мимо пойдешь, прочитай. Господи, давай! Давай! Для этого же я замуж выйду. Для этого, Господи, я даю тебе и мою жизнь. Знаешь такое? Такое учение из ада. Когда человек командует, как я вчера говорил, мы говорим Иисусу, что он должен делать. И это слово дай команду, поручи или повелевай Богу свою дорогу, дай ему команду. Как Бог может дать себе велосипед, если ты не сказал ему, что он должен быть синим? Ты не любишь синим. Скажи Богу, что ты хочешь красную. И веру, просто веру и исповедую. И ты получишь. Это мы хотели бы. Кто хочет жениться на такую женщину, который уже говорит. Каждый год три раза. На отпуск едем. Мне нужно иметь машину, дом, бассейн и еще. братья, вы говорите на вине. Девочка. Bye-bye. Но когда кто-то такой придет и говорит, я кушаю свой хлеб и одежду никогда не надо покупать. Это же как-то неразумная девочка, да? Зачем она тогда вообще замуж выходит? Дорогие братья и сестры, вот о чем идет речь. Чтобы заботились о тебе или чтобы ты разумножался. Вот что их интерес, женщины. У них не вопрос о том, чтобы кто-то заботился о них. Но если мы останемся один, если мы не размножаемся, тогда мы умрем. Понимаешь? Вот это очистительный текст. Для чего живем? Я покаясь. Сейчас я такой счастлива. Все получил от Бога. Конечно, Бог и благословляет. Но знаешь, вот эти женщины, их сердце было не только для женщин, но и для мужчин. Мы хотим потомство. Мы хотим быть плодоносными. Мы хотим размножаться. Wie viele Gemeinden. А сколько церквей живут только для себя. И верующие живут для себя. И они всегда хотят, чтобы Бог давал им. И пастор должен заботиться о них. И братья и сестры должны заботиться. начиная с класса для самых маленьких детей, для младенцев, для детей, для молодежи, и молодоженатых. И, конечно, для пенсионеров, пастор, заботиться. Что ты делаешь для нас, старых? Ему надо все бегать, чтобы люди были лишь довольны. Клуб для сеньоров, клуб для молодежи, дискотеку еще. А для чего? Они это хотят? Да. Они хотят. Один мальчик меня спрашивает. Лет 13-14. Как ты смотришь, если у нас будет дискотека в церкви? Нам нужна дискотека в церкви. Я говорю, пойдем. Давай мы как мужчина поговорим. Если ты увидишь девочки, как они танцуют, прыгают, когда ты падаешь на колено и скажешь, Господи, как красиво ты создал женский род. Ой, ой, ой. Что такие создания живут на земле. Бог, я прославляю тебя. Я тебе понимаю. Если ты понимаешь, что я думаю о дискотеке, ты же тоже лучше хочешь так Поняли, да? Но молодежь и дышит. Идешь на собрание. Раньше, когда глухие пришли на собрание, молились, чтобы они снова слышали. Сегодня придешь в церковь. На двери тебе дают пробки на уши. Я говорю, что с этим делать? Ну, музыка будет громко. Я говорю, делайте потише. Тогда будет дешевле по энергии. Окна все закрываем. Стены черные, красим. А кто это делает? В Австралии так делают. Нам тоже так надо делать. Молодежь. И они хотят и в церкви так сидеть. А вот эти семь женщин, они говорят, нет. Тебе не нужно кормить меня. Понимаешь, это уже в Ветхом Завете было. Такие фанатики, такие неразумные люди. Если только ты у меня, тогда я не спрашиваю ни о небе, ни о земле. Как ты даже на небо не хочешь? Нет, я об этом не спрашиваю. Тебя хочу. Я хочу Тебя. Я имею Иисуса. И это достаточно. И когда я живу с Иисусом, тогда я не останусь один. Тогда у меня будут плоды. Моя самая нужда приносить плоды. Что такое плод? Плод. Что такое? Какое плод у овца? Не скажите шерсть. Обычно говорят шерсть. Это как если бы ты говоришь мне, что я плоды не принесу. Не, не. Не, брютер, не. Не, 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 не. Не волосы, брат. Это не наш плод. Амин. Амин. Радуетесь. Если Бог создал голову и некоторые были не такие красивые головы, он поэтому добавил волосы. А красивые головы не нуждаются в волосах. Сёстры, не смущайтесь. А Веселом даже повисится на волосы свои. Но речь идёт о плоде. Плоде. Мы принесём плод. Это плод. И овечка живёт дальше в плоде. И живёт в этом. Что плод человека. Ребёночек. Плодоносный. У некоторых 16. Да? Усер Пастор Улонска. Который Пастор Улонска, может, вы знаете его. К нему пришла член Церкви и жаловался. Он жаловался, что жена не хочет уже с ним. Моя жена больше не хочет, чтобы у нас были ещё детей. А написано же в Библии, платитесь, размножайтесь. Говорит брат Улонска, да, это так. Но ты же не один. Лас один дай другим тоже быть плодоносным. Знаете, плод, вот о чём речь идёт. Я хочу просто показать вам. Люди, которые голодают, которые жаждут, чтобы приносить плоды. Я умру, если я не принесу плод. Реально. Я умру. Эти женщины, они сказали, мы хотим приносить плод. Мы нуждаемся в потомках. Церкви, которые перестанут евангелизировать. И когда евангелизируют, зовут великого проповедника, художники, и соберут людей автобусами. А после евангелизации ещё меньше людей в церкви, чем до этого. Почему? Они не приобрели души. Никто никого не привёл с собой. Никто не ждёт ребёнка, в смысле новообращённого. Там, где он давно уже свидетельствовал, трудился, молился за этого человека, помог ему. И люди открыты. И тогда только какое-то мероприятие тебя приглашаешь, и человек уже покается. К сожалению, мне нужно сказать, и может больше о Западе говорю. Наши церкви обтракают боль, как обороны делают. то есть людей ещё выгоняют на место того, что они сделали роддом, где родились дети. Аллилуйя! Един Сонтаг, каждое воскресенье, каждое собрание, чтобы родились люди, родились и приняли люди Иисуса. Дать им возможность, они придут и каятся. И у Бога есть разные пути. И есть люди. Аллилуйя! И они хотят, они хотят стать детьми Божьими. Но они смотрят на родительский дом, в котором они рождаются. Если мне там покаяться и там жить, и 40 лет, каждое воскресенье ходить туда, не хочу. Нет, знаете что? Мы хотим плод. И Бог нам это обещает. Я принесу плод. Ни большие здания. Для чего мы тратим свои деньги? Для покупки и содержания. Ни движенности, для инструмента, для зарплаты. Сondern Бог хочет, чтобы мы смножились. И знаете, что здесь написано? Я еще читаю. Мы хотим плод. Мы будем ловить хлеб. У нас плодить. Мы будем ловить. Мы будем ловить. твоим именем. Сними с нас позор. Позор. Надо избавиться от позора. Позор, когда плода нет. У тебя когда-то было чувство стыда, а не плодности. Я так стыдно. Я никого не приобрел для Иисуса. Я не знаю ни одну душу. Даже своих детей не мог приобрести. Стыдно. Этим женщинам стыдно. Мы без плода. Сколько верующих я еще больше хочу сказать. Сколько пасторов уже и два, и три года не приносили плоды лично. Кто-то проповедовал сюда. Люди, привозите неверующих с собой, чтобы они покаялись. Где они? А там был один мужчина, такой рот открыл и сказал, ты все говоришь, чтобы мы привели людей с собой. А кого ты приведешь? Кто честит тебя? Туанцы шлау. А пасторы, они умные. Он говорит, кто рождает ягнята? Пастух или овцы? Я же пастух, пастор. А кто сделает его пастухом или пастором, если он не одновременно является овцем? А тот, у кого больше всех рождается ягнят, тот и первым становится пастором. Мах mich фруктбар. И я не имею в виду, когда я здесь призываю вперед. И вы придите вперед. Четыре-пять человек выходят. И многие каждый раз выходят. Но знаешь, это мои родственники, это мои соседи. это мой плод, когда они каются. Амин. Потом этот брат сказал, у тебя тоже есть пекарь, где ты булочки покупаешь. и ты тоже ходишь к парикарсору. А у тебя тоже есть соседи. Где твой плод? Мне так стыдно. Или я радуюсь прямо. Аллилуйя. Моя твоя родная сестра пришла, обняла меня. Это плод. Бог сам обещал. И я пройду к концу. И здесь написано, «И в тот день, второй стих, в тот день, будет отрасль Господа явиться в красоте и чести и плод земли величия и славы. отрасль, которая придет». Это Исайя 53 глава, второй стих. Из сухой земли отрасль придет. И он. И этот отрасль нас плодоносны. Только Иисус это делает. Хорошо и мороженое, и торт. Но только Иисус и его Дух делает нас плодоносным, чтобы люди могли родиться свыше. И мы его знаем. И сегодня утром мы говорили о нем, что нам нужно сражаться. И вы думаете, что это за то, что мы должны сражаться. И вы думаете, какое противоречие здесь про единство слышали. И ты говоришь о том, что подвизаться. Мы должны подвизаться друг за другом. Почему? Потому что так быстро расходятся. Нет. Подвизаться, чтобы люди могли пройти через узкие ворота. ученики Иисуса однажды задавали глупый вопрос. Они были с Иисусом, слушали ему, говорили, присознание. И вдруг они спрашивают Иисуса, werden weniger gerеттет. А много ли спасутся? Мало спасутся? Дума керл, что ты не понимаешь? Я же всех люблю. Я спасаю всех. Иисуса мало спасутся? Эти люди слушали Иисуса. Иисуса что Иисус предъедат. Иисус говорит, мало ли спасутся? Иисус говорит, рингет! 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 Подвязайтесь, чтобы войти через узкие ворота. Знаешь, тысячи демонов, которые хотят тебя остановить, чтобы ты прошел через узкие ворота. И некоторые проповедники говорят, ты только скажи Иисусу, я даю мою жизнь тебе, я грешник. Аллилуйя, спаси он тебе. А подвязаться надо. А те, которые хотели пройти через узкие ворота, им пришлось подвязаться. Это тяжело? А те, кто не может пройти через узкие ворота? Подвязаться, чтобы войти. А что от Бога? Три, четвертая глава. Возьми. Да, да, с. Верден, обрежи, обрежи. Там будут оставшие. Там будут оставшие. тогда отставшиеся, которые будут уцеловаться и будут именоваться святыми, те, которые записаны в книгу жизни, сделаны нас плодоносными. Я очень хочу, чтобы мы молились вместе. И если здесь кто-то есть, которому стыдно, я знаю никого, которого я привел к Иисусу. Я не хочу давить на Тебя. Люди каются через молитвы и жертвы, которые мы принесем. И все-таки Господи, я хочу от Тебя плод. Я хочу кого-то, у кого имя будет написано в книгу жизни. И я мог помочь. Я хочу плод. Я хочу прийти и сказать, пастор, можешь поздравить меня. Смотри, это мой коллега по работе. Он покаялся. И пастор может обнять его. Как здорово. Я так рад за Тебя. За Тебя так радуюсь. Ты принес плод. Сколько людей, за сколькими людьми, извините за выражение, ты беременна. То люди, над которыми ты работаешь. Я был в Узбекистане. И посетили мы там братьев и сестер. Они были из мусульман. Но стали верующими. И сестра была такая радостная. Я спрашивала. Как ты покаялась? Что тебя привел к Иисусу? Она говорит, спроси мужа, пусть расскажет. Я говорю, не, не мужа спрашиваю. Я от Тебя хочу слышать. Расскажи, как ты покаялся. Она говорит, спроси мужа. Не. Я от Тебя спрашиваю. И потом, она говорит, представь, что произошло у нас. Что произошло у нас? Бедная страна. Убераль wird gestолен. Везде люди крадут. Но что люди украли мусор наш. Домашний мусор каждый день. Я ставлю его к двери и кто то украл. и я это не мог понимать. Но я думал, сейчас посмотрю, кто заберет мусорный пакет мой. И представь себе, секретный, тихо, мой муж встает, идет, возьмет мусор и вынесет. Мусульманский мужчина, который никогда не трогает мусор, секретный, тайный. Он говорит, я это сделал. Я наблюдала за ним. Он думал, что, если его вера несет с собой такое, тогда мне тоже нужно каяться. И когда он покаялся, она была такая злая, она сказала, я зову отца моего. Он заберет меня и детей, я имею право на это. Потому что мы мусульмане. Сейчас она стала верующей. Какая сильная евангелизация? Мусор выносить. Ты можешь начинать, да? Аминь. А еще может от соседа. И может от лова соседа. Почему? Я хочу плод. Я отдаю мою жизнь. Я хочу плод. Давайте встанем. Поехали. Поехали.